МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Весь мир сегодня на Алтае. Легенды мирового спорта по гребле приехали в Барнаул побороться за Кубок чемпионов. Без прецедента и по своему составу турнир проходит на гребном канале Краевой столицы. И продлится два дня. Сегодня первый соревновательный день. Каким он был, расскажет Валентина Аскерова. Гребля является одним из древнейших видов спорта. Она зародилась в 25 веке до нашей эры в Древнем Египте. Правда, тогда гребцы управляли небольшими скромными лодочками. Сегодня это роскошные байдарки и канои, а сама гребля уже больше века входит в олимпийскую программу. У меня сейчас финиш, чтобы ничего не пропустить. У нас две лодки продолжают борьбу дальше. Это не Олимпиада, но сродни. За право провести международные соревнования такого уровня боролись десятки стран, но честью удостоился именно Алтай. Барнаульский гребной канал превратился сегодня в место встречи чемпионов мира, Европы и олимпийских чемпионов, которые приехали из разных уголков планеты. Комментирует эпохальные гонки главный спортивный комитета России Дмитрий Губерниев. Он признался, что больше всего болеет за девушек. Потрясающиеся девчонки, симпатичные, фигуристые. Я очень рад, что каноистки получили возможность быть на Олимпийских играх. И здесь, конечно, гендерное равенство, оно культивируется и весьма справедливо. Поэтому, если мужики в каное гребли здорово, то девчонки тоже взяли себе весло, встали на одно колено и гребут дальше. А девушки, кстати, сегодня в лидерах. Причем золото и денежный приз 8 тысяч евро завоевала спортсменка из Краснодарского края Олеся Робосенко. В паре с нашим земляком Андреем Крайтером. Крайтер Овостенко! Вторая вода! Крайтер Овостенко! Они пришли первыми на каное в спринтерской дистанции на 100 метров. Андрей Крайтер признается, что победить помогла рокировка. Напарницу он посадил сзади, а у всех остальных спортсменки были впереди. Это своего рода авантюра, это микс с женщинами, поэтому это больше все-таки весело, чем очень тяжело. В каное я пробовал женщины просто для каких-то тренировочных целей, а вот как гонка, это впервые, и это очень круто, интересно. Посетил мероприятие губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он пообщался со спортсменами, гостями и выразил большую надежду на этот турнир. Количество молодежи, которые, может быть, зажгутся идеей достичь вершин в этом виде спорта, конечно, многократно увеличится. Гонки сильнейших собрали полные трибуны. Зрители кричали «Браво!» и «Вперед!» именитым спортсменам планеты. А уже завтра, в заключительный день соревнований, состоится самая напряженная борьба, как для спортсменов, так и для зрителей. Легендам спорта предстоит преодолеть дистанцию в 350 метров, а болельщикам узнать, кто из них уедет на новеньком Хундай. Политина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости. По-прежнему на замке дворец зрелищ и спорта будет закрыт как минимум до 9 октября. Такое решение сегодня принял суд железнодорожного района Барнаула. По словам директора хоккейного клуба «Алтай» Дмитрия Чекалина, судью не устроили результаты экспертизы, которую предоставил владелец арены Краевой профсоюз. Назначены повторные слушания. В итоге команда «Алтай» с большой долей вероятности сыграет первые домашние матчи сезона в стенах Карандин-арены. Судить за лайки и репосты нужно лишь тех, кто осознанно призывает в соцсетях к насилию и сеет ненависть. Представители Верховного суда Российской Федерации внесли изменения в судебную практику по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности. Но теперь в судах должны проверять не только повод для публикации опасных картинок, но и есть ли основания для возбуждения дел. Как восприняли инициативу в Крае в нашем материале? Возможно, к такому шагу Верховный суд подтолкнул общественный резонанс, который вызвали десятки уголовных разбирательств за экстремизм в социальных сетях. Только в Барнауле их сейчас четыре. Правда, в документе суда ссылаются, цитата, на возникшие в правоприменительной практике вопросы. В России за экстремизм в интернете активно судят несколько лет, но большинство вердиктов выносят как под копирку. Я не надеюсь на оправдательный приговор, честно, потому что я не знаю ни одного оправдательного приговора по данным статьям. Статьи преткновения, экстремизм и оскорбления чувств верующих в картинках. Представители Верховного суда напоминают, что каждый человек имеет право на свободу мысли и слова. Уточняют, преступление – это ведь не просто факт публикации, скорее общественная опасность от нее. И оценивать нужно, насколько осознательно человек разжигал эту самую ненависть, а также, насколько старался ради этого. Содержание всей страницы данного лица, сведения о деятельности такого лица до и после размещения информации, учитывать факт личного создания, либо заимствования лицом соответствующих аудио-видеофайлов, а также контекст, наличие и содержание комментариев данного лица, количество просмотров информации. Эксперты к таким уточнениям Верховного суда относятся скептически. Адвокат Анна Татарникова считает, что общественную опасность можно накрутить, когда в интернете резко становится больше друзей, а значит и просмотров. Какая-то запись наберет несколько тысяч лайков. Естественно, как это суд расценит? Как то, что эту запись просмотрело реально, допустим, 2000 человек, как она может по этой ситуации быть, допустим, это деяние малозначительным? Вот эта конкретизация, она тоже может быть использована во вред. Из плюсов, которые выделяет эксперт, возможность прекращения дела, если будет доказана незначительность деяния. Но опять же, решение за судом. И хотя общественная страна и рада такому вниманию в делах экстремистов, адвокаты напоминают документ Верховного суда, лишь рекомендации. Анастасия Дороган, Илья Кочетков, Николай Шелко. Наши новости. Но мы продолжим. В Рубцовске ремонтируют дороги сразу на пяти улицах. Город получил из краевого бюджета 70 миллионов рублей. Еще 10 вложил в муниципалитет. Общую сумму направили на обновление самой проблемной западной зоны Рубцовска. Сейчас ремонт идет на улице Полевой. Старый асфальт срезают, затем укладывают два слоя нового покрытия. Работы на этом участке обойдутся в 25 миллионов рублей. Дело в том, что Полевая пересекается с улицей Зорги, которую тоже обновят на двух участках. Эти улицы располагаются в частном секторе Рубцовска, поэтому движению транспорта ремонт не мешает. Работу ведут в дневное время. Дорожники объясняют, ремонт начался довольно поздно, поэтому через пару недель замедлить процесс сможет погода. Есть и еще одна сложность. На данный момент идет проблема с поставкой каменных материалов. То есть забираем с Веселаярского щебзавода, с ближайших карьеров практически все, то, что они надолбили. Вот в этом есть проблема. Всего же в списке на ремонт заявлены улицы Полевая, Зорги, Заводская, Октябрьская и Проспект Комсомольский. Последний объект уже сдан. Остальные планируют завершить к концу октября. Всего в городе обновят 4 километра дорог. Ну а в Бийске путем народного голосования определили дороги, которым ремонт требуется. В первую очередь на избирательных участках 9 сентября, в день проведения выборов губернатора, жителям Наукограда выдавали дополнительный бюллетень. В нем был список объектов, претендующих на ремонт в следующем году. Накануне эксперты озвучили результаты. По их мнению, рейтинг самых разбитых дорог Бийска предсказуем. В список попал проспект Коммунарский, улица Шадрина, Севастопольская и другие. Именно за эти участки жители Наукограда отдали больше всего голосов. Неожиданность была эта дорога вдоль кладбища Северного. Ну, понимаем, что он действительно тоже требует ремонта. Регулярно проводим мониторинг состояния, техническое состояние дорог. И, в принципе, мнение граждан и мнение нашей комиссии, ну, в принципе, совпало. Барнаульские архитекторы на закрытом совещании раскритиковали новый проект генплана Краевой столицы. Об этом сообщил Александр Деринг на своей странице в Facebook. По его словам, многие эксперты считают, что в проекте есть просчеты и недосказанность. Но вот между тем, накануне общественная палата Барнаула документ одобрила о том, как возможно будет развиваться Краевая столица в ближайшие 20 лет, знает Илья Кочетков. 740 тысяч. Именно столько человек, по мнению специалистов-разработчиков генплана, будет проживать в Барнауле к 2038 году. Исходя из этого, пояснил замначальника Комитета по строительству и архитектуре Сергей Баженко, и был выстроен план развития города. В нем сохранена уже сложившаяся прямоугольная сетка городских улиц, причем некоторые из них предлагают продлить. Северо-западная – одна из самых нагруженных магистралей города Барнаула. За Антона Петрова она сужается, а дальше и вовсе завершается тупиком. Если новый генеральный план будет принят, то, возможно, в обозримом будущем, начиная отсюда, ее расширят и продолжат через частный сектор, так что она соединится с еще одной важной транспортной артерией города Барнаула – Павловским трактом. Также расширить и продлить предлагают улицы Юрина, промышленную и ряд других. Нашлось в генплане место и для давнего проекта тоннеля под ЖД «Путями», который свяжет Красноармейский и Исакова. Важный момент – реновация ранее застроенных участков. То, что уже происходит на советской армии на потоке, может охватить весь Барнаул. Выбрали 15 таких участков в разных районах города. На этих участках должен размещаться жилой фонд «Ветхий» и «РАСК». Эти участки должны быть максимально приближены к транспортным магистралям. И, наконец, эти земельные участки должны быть максимально приближены к инженерным сетям. А вот поселок Ильича, по сути, признан бесперспективным для жилья. Там новой застройки не будет. Отказали в жилом строительстве и правобережью Аби. Его предлагают отвезти под яхт-клубы и зоны отдыха. В нынешнем генплане, по словам Баженко, исправлена ошибка прежнего варианта. Нового полигона ТБО в пределах города не будет. Вместо этого новые свалки могут появиться в Павловском и Первомайском районах. В Барнауле же мусоросортировочный завод. А вот зеленых зон, парков и скверов больше не станет. Правда, некоторые представители палаты предложили придать им особый статус. Почему бы не сделать из всех этих зеленых уголков особо охраняемой природной территории, которые бы запретили по закону, по закону бы запретили там, и какое-то строительство, и денег, и прочее, и прочее. За исключением небольших поправок, общественники проект приняли единогласно. Известный застройщик Юрий Гатилов добавил, что генплан нужен строителям, как воздух. В городской администрации заявляют, что планируют окончательно принять генплан уже в ноябре текущего года. Росавтодор готовится к ремонту старого Барнаульского моста. Сейчас в управлении определяют перечень работ, которые позволят сохранить переправы от разрушения до момента начала глобальной реконструкции. Напомним, 11 сентября арбитражный суд принял решение передать старый мост баланса Росимущества в собственность Росавтодора. Пока организации улаживают юридические вопросы, начало ремонтных работ отодвигается. Пока мост не находится на балансе Росавтодора, финансирование на его ремонт и содержание не предусмотрено. Первоочередная задача для обеспечения его сохранности – проведение комплексного мониторинга и усиление контроля над весогабаритными параметрами транспорта. Несколько лет коммунальный мост находится в плачевном состоянии. По нему запрещено проезжать в транспорту весом более пяти тонн. Опасен он и для пешеходов. В мае ГИБДД даже намеревалось закрыть объект. Уже этой осенью Росавтодор обещает восстановить деформационные швы сооружений и провести локальный ремонт покрытия. По разным оценкам на капитальный ремонт моста понадобится более миллиарда рублей. Первый межрегиональный центр по развитию туризма открылся в Белокурихе. Его презентация стала главным итогом выездного заседания комиссии по развитию туризма Русского географического общества. Впервые за свою историю заседание прошло в Алтайском курорте. Новое учреждение возглавил Олег Акимов, заместитель генерального директора акционерного общества «Курорт» Белокуриха. Центр станет официальным представительством Русского географического общества в Сибири и первым подобным в России. Как сообщил нашим новостям Олег Акимов, подробная информация о работе центра появится позже. Пока известно, что он будет заниматься продвижением и развитием туристических и рекреационных проектов на территории Алтайского края. Сегодня работники леса отмечают свой профессиональный праздник. Лучших представителей отрасли наградили дипломами и денежными премиями. Торжественная церемония состоялась в концертном зале «Сибирь». На праздник пригласили более 200 человек. Это люди, которые охраняют, восстанавливают леса, занимаются деревообработкой. В этом году губернаторам края была присуждена денежная премия. По 125 тысяч рублей получили три человека за разработку и внедрение новых технологий в лесном хозяйстве. Были в зале и ветераны отрасли, которые признались, что гордятся новым поколением лесников. В них они видят себя молодых. Вот, например, Владимир Чуканов начинал работать в 1967 году, рубил сучки. Теперь он директор Ассоциации ветеранов лесного хозяйства. Надо работать. Выполнять был план государственный. Был спрос строгий, но у меня любовь к природе осталась и лес тому порукой. Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Довольно теплая погода сохранится почти на всей территории края. В некоторых районах возможны дожди. 14 выше ноля в Белокурихе и Змейногорске. 17 в Бийске и Рубцовске. В Барнауле переменная облачность. Юго-западный умеренный ветер. Возможен дождь в ночное время до 12. Днем 19 выше ноля. А у меня на этом все новости. До встречи.